Слава Богу, дорогие братья и сестры! Я рад вас всех сегодня здесь видеть. Я очень долго думал, по поводу чего выйти и сказать, какую тему проповедовать. Я почему-то так пришло на память кое-какие события недавние. И мы на Рождество, в воскресенье ездили в соседний городок, называется Твин Фоллс. И мы хорошо, знаете, провели время совместно с людьми из других церквей. Там было служение, собрание. И в конце пастырь, он выходил и свидетельствовал. Он рассказывал про свою жизнь, рассказывал, какие были трудности в свое время, какие были гонения. И я так сам себе стоял, точнее сидел, слушал это все и думал, вы знаете, а у меня таких сложностей не было. И ту веру, которую наши родители, наши родственники пронесли, это очень такая, так сказать, высокая цена. Мой дед, я сам с Чернигово, Черниговской области в Украине, которая самая северная. Мой дед, он был участником открытия там церквей. В свое время он отсидел в тюрьме один год за то, что он проповедовал Евангелие. Моя бабушка, она тоже, знаете, была верной Богу всю жизнь. И она очень много мне рассказывала разных историй, различных, о том, как она во время войны помогала там раненым, вытаскивала, знаете, раненых, как ее Бог хранил. Ее поймали немцы, она уже, так сказать, я верю, что она на небе. Ее поймали немцы, знаете, там у нее нету нескольких пальцев, потому что немцы стреляли. И я вспоминаю своего отца, свою маму, которые также пронесли веру, донесли ее до меня. Когда мой отец уверовал, он работал проводником на железной дороге. И в компании других сотрудников, когда пьянки, гулянки вечные, то, знаете, Бог его от этого как-то оградил. Он раньше был тоже в этих компаниях, потом все не могли понять, почему он как бы перестал, он говорил, что вот вам тоже надо покаяться. И вот появился я. Появился я, и я задаю себе вопрос. Вот мои родители, вот мои бабушки и дедушки переносили такие серьезные трудности, проходя по своей жизни. Но у меня этих трудностей не было. И я вот думаю сам себе, думаю, что же мне можно будет рассказать кому-то, какие, знаете, какие чудеса Бог явил в моей жизни. И я, знаете, что заметил? Я заметил, что в моей жизни очень-очень много чудес. Но они, вы знаете, как-то так легко прошли. Меня никто не гнал, меня никто не бил палками, никто не стрелял в мои пальцы. И все какие-то такие чудеса, они с радостью, знаете, вот, да, было тяжело. Да, мне, да, я не взрослый человек, не такой взрослый, как я думаю, что там еще взрослые есть, знаете. Но было время, что у меня не было за что, знаете, пойти купить хлеба. И я просил Бога, и Бог давал. Как-то Бог открывал, не было ни дня, чтобы я сидел голодный. Или чтобы у меня было, не было там вообще ни копейки, знаете. И я вот думаю, наши родственники, они довесли эту веру через боль, через страдания, чтобы сегодня я не знал. Братья и сестры, я вам вот честно перед Богом говорю, я не знаю, что такое быть пьяным. Я не знаю, что такое быть под наркотиками. Я их даже никогда не пробовал. Я никогда не попадал в какие-то проблемы, что мне приходилось, знаете, такие какие-то болезни, что там за мной смотрят люди, потому что я инвалидом стал. И я думаю, наши родители, наши родственники несли эту веру, боролись, чтобы я сказал, Боже, спасибо тебе за эту жизнь. Да, были трудности, не все так легко в жизни дается. И может кто-то думает, знаете, может кто-то будет смотреть меня в интернете, кто-то будет думать, что христианство – это легко. В христианстве, знаете, мы, когда приходим, когда человек приходит ко Христу, то сразу все становится хорошо. Но это неправда. Сразу пропадают друзья, с которыми ты в мире, или будучи подростком, там не особо верующим, или ребенком верующих родителей, пропадают, или начинают тыкать тебя пальцем, говорить, что это ты, что с тобой, там мы же раньше, там мы же с тобой. Или совесть начинает играть, что ты уже не своруешь, ты уже, не знаете, никого-то оклевещишь, ты уже не берешь грязные слова, такие, знаете, грязные слова в рот. Но насколько я благодарю Бога за то, что меня это не коснулось. Я помню, один проповедник, он тоже вышел и говорит, что я, говорит, освободился от алкоголя, освободился от этого, то есть я свободен от алкоголя, освободен от этого, освободен от наркотиков. И все люди сидят и не могут понять, что же такое. А он говорит, потому что я родился в верующей семье, что я даже этого не вкусил, я свободен от этого. И сегодня мы живем, я не знаю, какие у вас, у каждого из вас и здесь сидящих обстоятельства в жизни. Возможно, не все так хорошо и, возможно, не все так радужно, но, слушая новости, смотря, звоня даже родственникам в Украину, не все радужно у других людей. Сегодня у меня, знаете, есть деньги, у меня есть деньги, слава Богу, что я могу пойти купить 10 буханок хлеба и, ну, для меня это не будет сильной растратой. Слава Богу! И к чему я это все вообще веду? К тому, что каждый из нас, он пришел ко Христу по-разному. И если вы думаете, что, возможно, ваши какие-то проблемы, возможно, ваши какие-то страдания, которые вы переживали, это все не зря. Вы понесете это дальше. Возможно, кто-то из ваших родственников, он еще не настолько глубоко верующий, как вам хочется или вообще не верующий, но ваши молитвы, они будут услышаны. И я хотел бы прочитать одно местописание, и мы помолимся. Я благодарен брату Леониду, он говорил за благодарение, и также я хочу сказать за благодарение. Это первое послание Фессалоникийцам 5, 17-18. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия, вы во Иисусе Христе». «Непрестанно молитесь, и за все благодарите». Такой простой рецепт. Такой простой, вы знаете. Иногда читаешь Библию, так иногда, вот иногда бывают сложные какие-то местописания, а иногда бывают вот подобные местописания, такие простые, что ты думаешь, ответ на многие вопросы. Просто много молиться, непрестанно молиться, и за все благодарить. Но в нашем суетном мире так сложно найти время. И в наших каких-то маленьких даже проблемах так сложно найти слова благодарности. Я просто хотел напомнить всем вам, что на данный момент мы живем в мирной стране, в мирное время, где свободно и мирно проповедуется Евангелие, и мы можем свободно и мирно собраться здесь, на этом месте и поблагодарить Бога. Какие бы у вас сегодня не были трудности, я прошу Бога, чтобы они закончились, но, к сожалению, мы живем в оплоти, и если не трудности извне, то трудности в нашем организме они будут о себе знать, будут о себе давать знать. Поэтому в этой молитве я хотел бы первое, что, как бы, и самое главное, что сказать, это благодарность, выразить благодарность Богу за то, что даже если все плохо, то не все так плохо, как может быть. А то, что мы верные, то, что мы верующие, то, что мы на мирной земле и в мирное время, то это точно заслуживает благодарности Богу. Давайте встанем на наши ноги и помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok